Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, 18 апреля, Румыния, Бухарест. Скоро уже возвращаюсь домой. А куда домой, друзья? Домой в Болгарию. Сегодня, если я говорю, что я возвращаюсь домой, я себе в голове уже прокручиваю, что дом мой это Болгария, это Скалска. А если я, например, еду в Израиль, я говорю, я еду в Израиль. Но, ребята, скажу вам честно, если бы кто-нибудь 4 года назад мне мог такое сказать, что, Дима, ты со Светланочкой в 23 году будешь жить в Болгарии, в болгарском селе, в горах, в селе, где есть всего лишь 54 человека, и не будешь думать про Израиль, и не будешь говорить, что Израиль это дом, ребята, я бы вообще сказал, вы чего с ума сошли? Такого быть не может. Никогда. Но потом начались некоторые события, и в тот момент фраза «Never to say never» «Никогда не говори никогда» она ушла в сторону. Как у нас все это началось? Я уже как-то давно-давно это рассказывал, но думаю, что сейчас появилось очень много подписчиков, которым интересно, которые меня смотрят, и спасибо большое вам за это. Смотрят очень много болгарских друзей и друзей из разных стран, которым интересно, как вообще, как происходит, почему люди уезжают именно в Болгарию, что им нравится в Болгарии, и как они к этому приходят, и их вообще путь, как с чего это, как начинать, с чего начинать. Друзья, я сам ничего об этом не знал. В тот момент началась пандемия, 20-й год, сидим дома, ну, я так и так сидел дома, потому что я особенно не работал, были какие-то мелкие подработочки там, потому что инвалидность, инвалидность, сидим дома, варим борщ. Светлана на тот момент много лет, очень тяжело работала, рано вставала и поздно приходила. Эта жизнь в Израиле, друзья, так живут практически все израильтяне, от слова практически все, потому что в Израиле ритм жизни тяжелейший, это гонка, это все время нужно работать, потому что если в Израиле человек не работает, ему нечем платить по счетам, ему нечем платить за квартиру, нужно работать, но это цивилизованный, серьезный мир. Я думаю, что во всех странах так, рано встать, вечером прийти, выходные, пятница, суббота или суббота, воскресенье в разных странах. Работа, пахота, оплата счетов, кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, у кого-то бизнес, но скорость жизни, она вот такая. Тяжело, трудно и долго. Пандемия. Светочка не работает, я сижу дома, у нас стало намного больше времени пообщаться, находиться друг с другом рядом, с одной стороны хорошо, с другой стороны, в общем-то так. И мы начинаем разговаривать и общаться, потому что грустно, потому что неизвестность и непонятно. И в тот момент возникла мысль о Болгарии. Как честно? Не помню. А, наверное, помню, потому что я очень серьезно сидел в Фейсбуке, делать нечего, я как стал каким-то неким фанатом этого Фейсбука, и я наталкиваюсь, и я понимаю, что огромное количество людей интересуется Болгарией. Едет туда, покупает недвижимость, ездит отдыхать. Ребят, а что вообще я знал до этого про Болгарию? А я не знал ничего. Точнее, у меня в голове информация была следующая. Про Болгарию я знал, что она есть. Географически я предполагал, что это Черное море. Я знал, что есть Солнечный берег. Я знал такое название, как Варна и София. Почему София? Потому что футбольная команда София ЦСКА. Пловдив, да, я слышал, что такое Пловдив. А, что такое Шибко? Шибко я знал, потому что, я помню, в Советском Союзе продавались сигареты Шибко, без фильтра. Это я знал. Я знал, что был такой коньяк, бренди, слынчев бряк, вот такая маленькая бутылочка. Это я тоже знал. Что еще, да. А, Христостоечков, великий футболист болгарский, знал. Георгий Димитров? Да нет, наверное, не было мне известно. Да, поисторически в школе я знал, что Тодор Живков, это бывший президент, когда была социалистическая, и больше ничего информации не было. И тогда она меня абсолютно не интересовала. Потому что даже в моих планах поездок за границу ездил я не так, чтобы сказать много, потому что я не объездил весь мир. И много было мест, куда я хотел полететь. И в этом списке Болгария вообще не стояла, честно вам скажу. Она просто не стояла. Мне было интересно поехать в Чехию, поехать в Гдань, Польшу, Батуми, ну, Америка, Нью-Йорк, я там был очень много раз. Россия, Петербург, Украина, Киев, Харьков. И мы начали думать, Болгария, я начал, и я сел, и начал смотреть сайты, я начал читать, я начал серьезно, ребята, и когда я подхожу к какому-то вопросу, я очень серьезно и по всем фронтам начинаю агрессивно так получать информацию. Откуда я мог на тот момент получить информацию? Естественно, только Фейсбук и, наверное, Ютуб. С Ютубом я тогда не очень дружил, а с на Фейсбук группы, начал читать группы. Сейчас я могу сказать, что на тот момент, какие группы мне помогли реально, это группа «Болгарский душ», «Контрастный душ» Андрея. И оставив все стеснения, я начал быстро со всеми связываться. Звонил Андрею, получал информацию, очень благодарен. Узнал, что уже некоторые израильтяне живут в Болгарии, и живут давно. И тогда в голове было такое понятие, как Банску, потому что почему-то все израильтяне едут в Банску. И, по-моему, да, в 2020 году я говорю, все, Светка, нам надо ехать в Болгарию, мы должны вообще увидеть, что это. А куда едут все израильтяне? Едут в Банск, потому что в Банске много израильтян, они все знают, у них есть информация, они сдадут тебе апартамент, и ты там поживешь. Я практически уже начал договариваться. И был такой некий коридор тогда временной, когда можно было спокойно поехать. Он был достаточно короткий, по-моему, месяц, и мы практически уже чуть-чуть не купили билет. Сейчас я скажу, а здорово, а здорово, что тогда мы не поехали. Тут же, до этого, я говорю, Светка, нам нужно срочно найти карту Болгарии. Светка прошла по нескольким магазинам, там, знаете, такие есть информационные справочники, где есть вложена карта. Отлично, она купила Болгарию. Саму брошюрку я не читал. Мне было лень. Мы повесили карту и начали на нее внимательно смотреть. Что мы там понимали? Ничего не понимали. Я и в этот момент я уже понял. Ой, а вы знаете, что Болгария, она со всех сторон окружена другими странами. На севере. На севере есть Румыния. Ого. Солнечный берег. Черное море. Ниже. Ниже. Ниже есть Турция. Еще ниже есть Греция. Есть Хорватия. Есть Северная Македония. Есть Сербия. Мама родная. Мы практически в самом центре Европы. Нас окружают те места, где мы тоже никогда не были. Интересно? Да очень интересно. И это уже начинало радовать. Далее. Ну, что можно понять из карты, когда человек ничего не знает? Надо начать... Я начал сидеть, что-то изучать. Параллельно я начал писать риэлторам. Параллельно я начал, опять же, читать людей, которые живут в Болгарии, русскоязычные, из Израиля, из России, из Украины. Я начал пробовать с ними общаться. С кем-то получалось общение. С кем-то общение не получалось. Это абсолютно нормально. Кто-то хотел разговаривать со мной, кто-то так пренебрежительно был. Это абсолютно нормально, потому что мне нужна была информация. Я как паровоз, баран, вот иду вот так. Бу-бу-бу-бу-бу-бух, вперед. Вперед, вперед, вперед. Не здесь так здесь, не здесь так там. Информацию я получаю. Читаю, читаю, читаю за поем. Читаю все, пролистываю. Пишу комментарии. Не спорю ни с кем. Пока еще ни с кем не ругаюсь. Потому что я новичок. Я новичок. Мне надо слушать и верить. И в какой-то момент, когда не получилось Банска, когда коридор был закрыт, мы тогда еще не знали ничего, где мы хотим жить. С одной стороны, но нам, у нас были постоянные со Светочкой разговоры, мы обсуждали. И мы пришли, я говорю, где, Светка, где ты хочешь? Где я хочу? Светочка говорит, я хочу участок, чтобы на нем можно было выращивать помидоры и чтобы у меня были курицы. Я смеюсь, говорю, Свет, какие курицы-то, е-мое. Она говорит, я хочу курицы, я в деревне у бабушки курочек кормила. Я говорю, дорогая, а когда это было? Она говорит, ой, не помню, это было очень-очень. Я говорю, ну как ты это все помнишь-то? Я не помню, когда я курить начал в своей жизни, а ты у бабушкины курочки. Я хочу и точка. Ну, у Светланы она человек упертый. Если она чего-то хочет, значит, это будет. Правильно это или неправильно, это уже другой вопрос. Но раз Светлана супруга, значит, я должен, так сказать, ей обеспечить вот это, исполнить ее мечты. Ну, вот так мы живем. Ну, все, значит, мы хотим участок, про дом мы еще вообще не говорили. Мы не хотели никакие квартиры. Однозначно. Значит, квартиры нет. Около моря жить? Нет. Крупные города София, Пловдив? Нет. Отлично. Наш круг сужается. Градиус, это значит, что на карте можно отрезать Солнечный берег, отрезать Софию ножничками, отрезать Пловдив. Границы с Румынией не хотели. А мы тогда вообще не знали, что цыган много, то-сю, не знали и не интересовались. Значит, круг сузился. Но и начинается каша в голове. Я начинаю садиться на сайты недвижимости. Меня хватило буквально на неделю, когда я понял, что я ничего не понимаю от слова «вообще». Хасково, Веленград, Абургас, это побережье, не хотим. Рядом с побережьей, не хотим. Варна, побережье, не хотим. Там, где очень жарко, это район Санданский, не хотим. Все, круг сужается. Значит, мы определяемся, где-то центральная, северная Болгария. Болгария, что там есть? Не знаю. А я тогда даже не знал, что такое перевал Шибка. Честно вам скажу, про перевал Шибка я узнал только тогда, когда мы через него проехали уже физически на машине. Ну вот так. Что делать? Что делать? Что делать? Каша в голове. Я говорю, Светланочка, стоп, стоп, стоп и стоп. Мы в этом году все равно не можем никуда поехать. Коридор закрылся. Давай мы сейчас сделаем проще. Мы снимем карту Болгарии со стены. Мы сейчас поработаем. И следующей весной, 21-го года, мы начнем думать уже серьезно, как мы все это будем осуществлять. Естественно, на тот момент мы сказали себе, какой у нас есть бюджет. Ну, бюджет это важно. Мы понимали, что где-то через год наш бюджет общих накоплений, не продавая ничего, не продавая дом, не продавая машину, не продавая какие-то вещи, у нас где-то составлял порядка 80 тысяч евро. На тот момент я там узнавал, спрашивал, нам сказали, ребята, этого бюджета вам полностью хватит, абсолютно полностью купить дом с землей и машину. Ну, машину простенькую. Так, есть, этот вопрос с бюджетом решен. Еще более того, мы продолжаем работать, и мы готовимся, мы еще дальше начинаем откладывать какие-то небольшие деньги. Отлично, 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 отлично. Приходит весна 21-го года. Как-то про Болгарию уже немножко как-то забыли. Начинается лето, май 21-го года, и начинается великая, серьезная атака на Израиль со стороны сектора газа. Это самое тяжелое за все времена, которые я помню за 33 года. Когда ракеты летят, их море, когда 200 метров от меня прямое попадание в дом, люди еле зашли и спаслись. Когда еще 300 метров прямое попадание в дом, слава богу, без жертв. И в этот момент я не начинаю бояться, я начинаю как-то думать, что есть такая морская игра, морской бой, и я начинаю понимать, что разложив свой квадрат Ашкелона на вот эти квадратики, а если из сектора газа на нас летят ракеты, много-много-много ракет, то это идет история очень интересная. Мимо-мимо-мимо-мимо-мимо, бух ранен, бух убит. Страшно. Страшно. Реально страшно, и кто это знает, меня полностью поддержит. Ничего страшного, поидем со Светланкой узнавать, сколько стоит бомбоубежище. Официальное бомбоубежище. Идем к архитектору в Израиле, чтобы построить бомбоубежище, это не Болгария, нужно получать серьезные разрешения, все должно быть очень официально. Это архитектор, который стоит деньги. Это инженер, который стоит деньги. Это оформление, документы, мэрия, строительство, которое стоит много-много денег. Естественно, после войны наши дорогие израильские подрядчики, которые понимают, что в этот момент на бомбоубежищах можно зарабатывать еще больше, очень сильно увеличили стоимость. И если раньше бомбоубежище можно было поставить за 40 тысяч долларов, да нет, даже меньше, то сейчас мы получаем стоимость 60 тысяч долларов за коробку бетонную 9 квадратных метров 60 тысяч долларов. Это значит, что все накопления, которые у нас были, нам надо отдать на бомбоубежище. Я говорю, нет, я не могу, это последние деньги не хочу. Пробуем субсидии получать. Я инвалид, я звоню там всяким, на всякие партии. На что мне все отвечают? И первый вопрос, за кого вы голосовали? Я говорю, какая разница? Я говорю, как вы можете помочь мне, чтобы я 35 секунд с момента, когда начинает сирена, ракета Дашкинона долетает за 35 секунд. Сколько, как вы можете мне помочь, чтобы я успел, я не успеваю, государственному бомбоубежищу? А за кого вы голосовали? Я говорю, при чем здесь это? Вы можете мне помочь чем-то? Мне не нужны подарки. Дайте мне суду на каких-то условиях, чтобы я мог сделать кредит. Нет. У вас частный дом? Ничего. Я, ну что? Ну это система. Я злой, как... И на тот момент, я говорю, ладно, Светка, продолжаем. В этот момент немножко думаем о Болгарии. К нам приходит такое решение. Я говорю, давай сейчас немножко все подуспокоиться. Мы возьмем какой-то тайм-аут. Мы поедем в Болгарию, купим билеты, снимем машину, поселимся где-нибудь. И спокойно, медленно мы будем смотреть, узнавать, проверять. Походим по риэлторам, займемся, в общем-то, поиском. Никакой спешки. Возьмем время. Светочка согласилась. Замечательно, нужен отпуск. Отдохнем. Не знаю, сколько времени нас это возьмет. Не планировали. В тот момент Дима уезжает в Житомир. После пандемии нужно продолжить старый процесс с зубами, который я начал в Житомире за много... За полтора года. Пандемии ехать не мог. Еду в Житомир. В тот момент в Житомире я созваниваюсь со своим старым незнакомым, недругом, просто человеком, который пару раз пересекся по хобби, по монетам. Я говорю, где ты живешь? Живу в Болгарии. Я говорю, интересно. А где в Болгарии? Скалска, Габрова. Я говорю, ну интересно, расскажи. И он начинает мне рассказывать. Рассказывает, рассказывает, рассказывает. Человек такой очень, очень, очень. Это вот история про моего соседа, с которым мы сейчас не общаемся. Я ссылку приложу. На тот момент человек очень, очень интеллигентный, очень начитанный, очень умный и очень хорошо умеет рассказывать. Немножко нудно, но хорошо. Вот. И я получаю от него информацию. Конечно, все в розовых красках, все прекрасно, все... Там не было слова, негатива какого-то, никаких подводных камней, и мне не было рассказано. Ну, неважно, это не суть. Я говорю, окей. Потом... И тут он мне говорит, слушай, а у меня сосед продает дом. Я говорю, какой дом? Он мне рассказал, какой дом. Я говорю, ты можешь мне его, пожалуйста, сфотографировать? Он говорит, Дима, не могу, потому что туда мне не пройти, он тоже инвалид. Я говорю, ну, хоть как-то снять. Он говорит, ну, я постараюсь, я зайду тебе как-то сниму, прорвусь там через джунгли. Он зашел, как он туда прошел, через эти дебри некошеные, не знаю. Снять снаружи дома мне не смог, потому что невозможно было. Все заросли джунгли. Снял изнутри. Окей. Я говорю, сколько денег? Я в Житомире. Он говорит, Дим, разговаривай с ним сам. Он там хочет, по-моему, в районе там 20-18 тысяч евро. Я говорю, можно о чем-то говорить? Я же такой израильтянин, давайте торговаться. Он говорит, Дим, не знаю, разговаривай сам. Звоню Светлане, показал ей видео. Светлане все нравится уже. Она легкая, более эмоциональная, чем я. Я начинаю анализировать, я начинаю все взвешивать. Сколько нам будет стоить ремонт, все вот это дальнейшее? Я тогда не думал. Я предполагал, что это много денег. Окей. Дальше. Дальше мой товарищ, сосед, связывает меня с продавцами, которые живут в России. Я спрашиваю причину, почему. Они говорят, Дим, нам неудобно, нам сейчас пандемия, мы не можем ездить часто, мы не можем закончить ремонт, наши дети не хотят жить в Болгарии, они там во Франции или еще где-то, поэтому продаем. Я говорю, давайте говорить о деньгах. Я уже всю знаю информацию. Логистически, как провести сделку, я тоже уже знаю. Все чисто, по-белому. Про деньги. Про деньги они говорят так. Так, мы вложили в этот дом, порядка 20, там, купили за столько-то, вложили еще столько-то. В итоге это стоило нам 22 тысячи долларов. Я еще не начал торг. Они сразу говорят, мы понимаем, что это много, но мы не опустимся ниже 15 тысяч евро. Категорически человек сказал. В этот момент я понимаю, что ну что я сейчас буду там, давайте на 14, давайте на 13 с половиной. Я умею торговаться, но здесь я понял, что цена соответствовала и был прекрасный участок, который хотела моя дорогая супруга. Отлично. Я в тот же вечер набираю телефон Света. Так, вот такой расклад. Хотят 15 евро. Света говорит, Дима, берем. Он там вот так. Я говорю, дай мне еще ночь переночевать, подумать, и я дам ответ. На следующий день я звоню в Москву, говорю, ребят, мы согласны, по рукам. Для меня иногда в делах достаточно по телефону сказать по рукам. Если я сказал да, у меня не будет никогда ответа потом уйти. Я подумаю и скажу да. Это слово, мое слово, его знают все, кто меня знает. Если сказано так, значит это будет так. Я говорю, господа, вам нужен залог, я могу человеку перевести там пару тысяч, чтобы было четко понятно, что все, закрыто. Мы закрыли, закрыли, ударили по рукам по телефону, да, ударили по рукам по телефону. Точка. Сделка есть. И дальше, друзья мои, техника. Дальше технически. Я возвращаюсь из Житомира. Мы со Светланой там начинаем делать какие-то быстрые документы и летим в Болгарию. Друзья, а продолжение будет в следующем выпуске. Я думаю, что у вас будут вопросы. Вот вы скажете, экстремальная покупка, необдуманная покупка, авантюрная покупка, не видя вообще недвижимость. Но, друзья мои, я вот так живу и в процессе моих каких-то действий я очень редко ошибаюсь. Поэтому здесь это не было. Была авантюрная покупка, не видя дома, не смотря его в округе, не будучи в стране, авантюра. Конечно, авантюра. Но судьба помогает смелым и глупостей здесь не было. Все остальное продолжение следует. Будьте здоровы. Самое главное, судьба помогает смелым. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok